Сегодня мировая новость номер один – запуск новой тяжелой ракеты Илона Маска. Собственно говоря, это событие общечеловеческого масштаба, потому что ракета способна выводить в космос беспрецедентно массивные объекты. Кроме радикального в три раза снижения стоимости одного килограмма полезной нагрузки, выведенной на орбиту, совокупная масса такого объекта уже позволяет посылать пилотируемые миссии на Луну и Марс. К Плутону же теперь можно отправлять не крохотные спутники с ограниченными возможностями из-за веса, а громадные 14-тонные махины, способные стать орбитальными лабораториями и дальними форпостами человечества в Солнечной системе. То есть сегодня ночью были открыты двери в космос, которые раньше были закрыты по причине весовых ограничений космических аппаратов. Кроме этого, Илон Маск показал человечеству, что такие серьезные программы способны осуществить группа энтузиастов, объединенных одной идеей. Между прочим, это стало сигналом о том, что человечество подошло к черте, за которой начинается настоящая космическая эра. Илон сказал «можно» и сделал это. Но еще более важный момент заключается в том, что Маск не ставил самоцелью вывести в космос самый массивный космический аппарат или существенно снизить стоимость вывода полезной нагрузки. Это стало бонусом той программы, которая на самом деле его интересует. Он задался целью колонизировать Марс и Луну, превратив межпланетные коммуникации в обыденную и коммерчески выгодную вещь. Falcon Heavy стала просто грузовиком для полезной нагрузки нового типа. Сейчас идут работы по созданию инфраструктуры для межпланетных пилотируемых программ. Именно эту инфраструктуру и будет разворачивать в космосе новая ракета. Если Маск успешно дошел до этой стадии программы, то нет никаких причин сомневаться, что ему удастся реализовать и остальную часть программы. Мало того, по его следам пойдут уже те, кто имеет средства, но не имел уверенности в принципиальной возможности реализации подобных программ. Теперь стоит ожидать приток инвестиций именно в такие проекты, ибо за ними завтра они тянут передовые технологии и новые возможности. Собственно, Маск сейчас делает именно то, что делали американские колонисты на заре создания США. Они искали и находили возможности, превращая свою страну в то, что теперь называется Соединенными Штатами. Мы увидели первый серьезный шаг новых первопроходцев и можем наблюдать реакцию на него и на сам факт существования расширения горизонта возможностей. Весь вменяемый мир отреагировал на это гаммой эмоций от живого интереса до восторга и восхищения. На этом фоне реакция РФ оказалась чудовищным диссонансом. Последний запуск ракеты Falcon Heavy, представляющий собой по сути три соединенные вместе старые ракеты Falcon 9, закончился катастрофой. Уже на пятой минуте полета развалился на части и сгорел в атмосфере головной обтекатель. Затем отвалились сразу оба боковых ускорителя, а спустя всего несколько минут центральная ступень из-за грубого просчета не смогла перезапустить двигатели и разбилась, повредив при падении плавучую платформу, на которую должна была сесть. В результате видавшая виды машина Илона Маска, запущенная вместо полезной нагрузки, промахнулась мимо орбиты Марса и теперь дрейфует к поясу астероидов. Через 12 часов ее аккумулятор разрядится, окончательно превратив эту дорогую игрушку в груду космического мусора. Вы только что услышали специальную версию пресс-релиза о запуске Falcon Heavy для Дмитрия Рогозина и Патриотов, глубоко травмированных чужим успехом. Самым ярким примером даже не иронии, а гноя являются комментарии о том, что вторая ступень взорвалась при посадке и повредила плавучую платформу приземления. При этом, естественно, было проигнорировано зрелище синхронной посадки двух ускорителей первой ступени. Весь мир завороженно смотрел, как в прямом эфире садились эти ускорители, по сути, ракеты Falcon 9, а в РФ не нашлось ни слова для комментариев этого невероятного зрелища. Зато про вторую ступень рассказали подробно. Российская публика впитала это как губку, даже не задумываясь над тем, что же они пытаются высмеивать. Российская космическая промышленность, которой уже 70 лет, так и не подошла к уровню технологий, позволяющему возвращать хоть первую ступень ракеты. А второй просто нет речи. Да что там возврат ступеней? Полезная нагрузка уже через раз бороздит просторы океана, уносится в глубины космоса или врезается в зеленое море тайги. В Забайкалье уже с нетерпением ждут очередного старта прогресса, чемпиона по аварийности, чтобы первыми приехать на место падения грузовика, и пока не приехали спасатели, собрать сухпайки, одежду, иконки, крестики и даже банки вазелина. В хозяйстве все пригодится. И вот эти люди с иронией рассказывают о том, что вторая ступень потерпела аварию при возврате, которым россиянам неизвестен ни в тактическом, ни в технологическом плане. Полезная нагрузка была выведена так, как и планировалось, а это значит, что задача пуска была выполнена успешно. Даже часть бонуса в виде уже повторно использованных ускорителей первой ступени, которые снова были возвращены, удалось получить. Вторую ступень компания Маска начала возвращать всего несколько месяцев назад и пока шлифует технологию именно возврата. Функции разгона она выполнила без нареканий. Понятно, что изюминка полета, которая вызвала восторг у всех зрителей, тоже вызвала в РФ потоки желчи. Кабриолет Тесла с настоящим скафандром, разработанным SpaceX для межпланетных перелетов, выведенный на околоземную орбиту, вызвал у жителей Москвы откровенный припадок эпилепсии. Там пояснили россиянам о том, что это был такой трюк, призванный успокоить инвесторов, собрание которых должно состояться на этих днях. Показанные Теслой убытки в размере 600 миллионов долларов, по идее, должны расстроить инвесторов. И вот Маск решил устроить шоу, которое должно сбить инвесторов с толку. Тут российское мышление просто вывалилось и ляпнуло на самое дно. Это россиян Путин разводит картинками, то верхом на кобыле, то с аистами, а то и с амфорами, что делает публику податливой и невнимательной, когда из ее карманов вытаскивают деньги. Уж то-что, а показуха в РФ развита до невероятных размеров. Если эти пациенты до сих пор берут в плен Паулюса после прошествия 75 лет со дня окончания Сталинградской битвы, то рассказывать истории о чьей-то показухе явно не камильфа. Им же не интересно, что компания вкладывается в строительство огромных роботизированных заводов по производству покрытий крыш в виде солнечных батарей, которые по цене дешевле черепичных. Россиянам неинтересно и то, что Маск строит огромные заводы по производству высокоемких аккумуляторов как для автомобилей, так и для домашних хранилищ энергии. Между прочим, это ключевой элемент на пути к автономному энергоснабжению любого домохозяйства. Известно, что проблема солнечной энергетики или ветрогенераторов состоит в том, что они могут подавать энергию в момент ее выработки, соответственно, днем или во время ветра. Ночью и в штиль надо забирать энергию из электрических сетей, подающих электроэнергию от соответствующих генерирующих мощностей. Причем в пике выработки энергии домашними устройствами электричество может быть в избытке, а хранить его было негде. Именно хранилища энергии, продвигаемые Теслой и уже некоторыми другими компаниями, снимают эту проблему, и это дает возможность любому домохозяйству навсегда обрезать электрические провода, идущие от централизованных электросетей к дому. Вот этот комплекс производств, которые в течение нескольких лет полностью изменят отношения владельцев генерирующих мощностей и потребителей энергии кардинально. Грубо говоря, при таком раскладе домохозяйства просто не будут иметь необходимости ни в электростанциях, ни в ТЭЦ, а возможно и в водоснабжении. Все это будет обеспечиваться автономными системами. То есть речь идет о революционных изменениях не только автомобилестроения, но и быта миллионов, если не миллиардов людей. Сейчас проходит стадия развертывания производств, необходимых для обеспечения внедрения этих технологий в каждый дом. Понятно, что все это требует затрат, а прибыли будут позже, с началом массового внедрения этих технологий. Они, эти инновации, только начали свой путь в широкие массы потребителей, но этот процесс будет неизбежно нарастать. Особенно это можно гарантировать потому, что правительство многих стран частично или полностью компенсирует затраты своих граждан на приобретение такого оборудования и его установку. Поэтому Маск пока и работает в убыток. Инвесторы это понимают, как понимают и невероятную емкость рынка, на которую нацелилась Тесла. Вряд ли им что-то надо пояснять дополнительно, а тем более устраивать дешевые шоу. Но россияне закусили удила этой темы и несутся по просторам сети, переливая эту чушь из пустого в порожнее. Глядя на эти лихие потуги, возникает всего один, но совершенно закономерный вопрос. Хорошо, Тесла имеет 0,6 миллиардов долларов убытков, но это частная компания, имеющая гибкие методы компенсации этих убытков, а как же дело обстоит со знаменитыми российскими компаниями, наполовину принадлежащими государству? Газпром уже четвертый год работает в убыток, то же самое и с Роснефтью и другими визитными карточками РФ. Но там никто даже близко не думает продвигать глобальные инновационные технологии, способные завтра перевернуть мир и пролиться на них золотым дождем. Они, вопреки мировым тенденциям, до сих пор бодро рассказывают о преимуществах бензиновых двигателей и как прекрасно сжечь газ, чтобы греться. При этом, как бы ни бодро вещали в Москве о Северном потоке-2, в прошедшем году доля электроэнергии, выработанная в Германии из возобновляемых источников, составила 45% и продолжает расти. И последнее. В ночь со вторника на среду Россия перестала быть ведущей космической державой навсегда. Ей больше не удастся даже сравняться со штатами в деле освоения космоса, и даже не потому, что до дна выгребли технологии, вывезенные из поверженной Германии, а потому, что мяч уже перешел на поле бизнесменов, и дальше именно они будут двигать основную часть космических программ. А отличие нормального бизнеса от российского состоит в их векторе. Нормальный бизнес стремится созидать, а российский – разрушать, причем даже себя самого, лишь бы при этом выдавить еще немного золота в собственные карманы. По этой причине РФ оказалась эпицентром сероводородного выброса невероятной силы. Именно так смертельно больная страна и должна реагировать на чужие успехи.